друзья всем привет сегодня будет разбор трехкомнатной квартиры в жилом комплексе белый парус город екатеринбург прямо на самой кромке воды стоит этот замечательный дом многие просили меня разобрать этот жилой комплекс но сегодня разбираем планировку и я предложу свой вариант поэтому кому интересна тема планировок тема дизайна смотрим восхищаемся ставим лайки пишем комментарии поехали друзья дорогие зрители моего канала я знаю что многие из вас да чё уж многие все вы интересуетесь дизайном поэтому приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал который я завел специально для вас дорогие мои интересующиеся дизайном и называется этот канал интерьерные встречи раз в неделю мы проводим встречи на разные темы по дизайну это открытые бесплатные прямые эфиры второе мы там общаемся задаем вопросы поэтому ссылка будет в описании как выглядит телеграм-канал на экране вот вам пожалуйста ну а я начинаю разбор планировки и так что мы имеем мы имеем трехкомнатную квартиру с прекрасным видом из окон на наше местное уральское море то есть визовский пруд вот сейчас вы его можете лицезреть так одна из главных задач это сохранить виды из окон и наслаждаться находясь дома когда мы готовим едим пришли гости там великолепные закаты солнце садится просто потрясающий палитры цветов выдает в небе это потрясающе друзья мои так вот виды из окна это номер один но давайте рассмотрим саму планировку что мы здесь имеем у нас есть прихожая которая плавно переходит в длинный коридор я всегда говорю что коридоры в принципе это бесполезная штуковина если конечно у вас не замок на тысячу комнат где коридора не избежать поэтому в своем варианте я постараюсь убрать коридор у нас есть кухня гостиная есть три комнаты а также большая ванна небольшой санузел и гардеробная комната которая кстати сказать более менее нормального размера в чем проблема проблема в том что непонятно где хранить многочисленные вещи раз непонятно как красиво правильно и гармонично расставить мебель это два ну пожалуй на этом все да 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 ну и третий очень важный момент как рационально использовать каждый квадратный сантиметр этой квартиры почему потому что вы знаете сейчас каждый квадратный метр дециметр сантиметр квартиры стоит очень дорого но просто каких-то космических денег поэтому если останется какой-то кусочек от коридора то будет обидно за потраченные деньги где деньги ли башки мы пришли за деньгами ли башки поэтому друзья посмотрим как все это я конечно здесь сделаю кстати говоря эта квартира это реальный заказчик который обращался за консультацией поэтому вы тоже можете обратиться за консультацией ко мне стоит она недорого по крайней мере на сегодняшний день всего лишь 15 тысяч рублей и вы получите эскиз планировки вот в таком виде кстати говоря сейчас про этот вариант я и расскажу но вы пишите в комментариях или в телеграм-канал про который я рассказал заказывайте мне эскиз планировки очень недорого но вы получаете просто другое качество жизни в виде новой гармоничной планировки и так что я сделал первое это убрал коридор он нам здесь особо не нужен и за счет этого увеличилось общее пространство то есть кухня с гостиной посмотрите здесь она объединилась как это сейчас выглядит есть кухонный гарнитур который я выстроил вдоль стены напротив него я поставил остров если вам позволяет место обязательно ставьте кухонный остров это очень удобно потому что тот кто готовит стоит как правило и почти всегда лицом в зал гостям то есть соответственно гости смотрят не вашу спину а разговаривают с вами в лицо понимаете это очень удобно комфортно и психологически приятно что здесь еще есть буфет который мы можем использовать как место где у нас будет чайник кофе какая пароварка или еще что-нибудь либо это будет шкаф для красивой посуды либо еще какое-то красивое место куда мы можем поставить фрукты цветы там да все что угодно то есть организовать такое красивое место то есть это залог будущего дизайна если так правильно сказать обязательно круглый стол можно и прямоугольный конечно поставить здесь никто не запрещает но я поставил круглый потому что считаю что круглый стол это самая комфортная форма для того чтобы проводить дружеские посиделки но вроде бы как все равны за круглым столом помните короля артура ну вот это типа оттуда и осталось место под диванную группу здесь есть диван два кресла по краям от каждого кресла есть столики на который удобно поставить чашечку с чаем или бокал вина и любоваться прекрасными закатами в окно ну представляете пришли вечером домой сели на диван или на кресло и перед вами великолепная картина даже в галерее художественные ходить не надо потому что каждый день новый вид из окна вот такая прелесть закаты каждый день великолепно я считаю так как коридор у нас исчез естественно остались двери первая дверь это спальню спальню родителей и здесь кровать пришлось поставить изголовьем к окну почему потому что если бы мы поставили ее наоборот то при входе сразу же упирались бы в кровать это неудобно и вторая причина шкаф к окну мы не поставим а здесь стоит шкаф вдоль стены почти четыре метра на двоих человек во ну конечно если у вас одежды слишком много как у какого-нибудь маркиза карабаса то тогда вам нужна отдельная гардеробная комната одежда ребят но это офигеть это это вообще сколько метров это еще одна комната слушай это не кончающиеся склады вообще смотря эту дочь и габану здесь такой возможности не нашлось поэтому просто большой шкаф его можно замаскировать в цвет стен чтобы он не выглядел каким-то гробиком ну таким огромным который за громоздил все пространство а заднюю стену за изголовьем там где окно можно за драпировать тканями и получится очень красиво и симпатично вот пример следующая комната детская это пожелание заказчика сделать детскую комнату именно в этом месте не знаю почему наверное потому что два окна захотелось забрать себе и когда сидишь лежишь на кровати можно смотреть сразу два окна но в общем не знаю почему но почему-то было такое вот твердо убеждение что здесь именно детская что в детской в детской есть шкаф достаточно большой его я рекомендовал разделить на две части 1 под одежду а другая под всякий хлам который у подростков вот так вот ну то есть очень много там каски сноуборды какие-то коньки я не знаю какие-то игры еще куча всего в общем одна половина шкафа точно забьется вот всем этим барахлом рюкзаки и туда же можно скидывать это нужно для того чтобы вся остальная комната оставалась ну более менее чистой кстати внизу шкафа на нижнюю полку можно ставить корзину куда сбрасывать белье грязное обычно они на пол бросают ну знаете подростки такие ребята а тут можно сразу предусмотреть что в шкаф можно закидывать белье еще в дверце если дырку вырезать можно и дверцы не открывать сразу в эту дырку кидать и в корзину белье будет попадать вот такой love hack записывайтесь вот видите какая польза от моих консультаций вот поэтому сразу пишите кому надо придумать эскиз планировки проконсультировать тот прям не стесняйтесь прямо сейчас и пишите дальше следующая дверь у нас ванную комнату здесь все очень просто раковина унитаз и ванная комната обратите внимание стиральной машины здесь нет как например предлагал нам застройщик вот застройщик предлагал нам поставить стиральную машину здесь куда-то в угол я говорю что в ванных комнатах нет должно быть стиральных машин и и здесь нет зато здесь есть огромный шкаф вдоль всей стены вот он он не глубокий 20 сантиметров на него навешивается сантехника и он же открывается и там полезная площадь внутри для хранения всякой всячины которые необходимы ванной комнаты таким образом ванная большая просторная и ее можно очень интересно по дизайнерски оформить например когда мы заходим мы должны заходить всегда на красоту но есть такое правило в дизайне еще их фокусные точки называют но вот когда заходим мы должны видеть что-то красивое позитивное интересное тогда у нас сразу другое настроение понимаете так вот сюда на эту стену у нас появляется множество вариантов чего поставить можно трюмо поставить зеркалом можно какой-нибудь шкафчик можно комодик можно кресло какое-то на которой сесть и сидя педитюр там делать например можно отдельно макияжный столик поставить в общем вариантов для фантазии много причем это позволяет оформить эту ванную комнату просто как комнату как отдельно стоящую то есть не воспринимать ее как ванной а воспринимать как комнату представляете плюс еще одна комната это же здорово по моему восхитительно так идем дальше и подходим к самому началу в прихожую друзья мои то есть вот так вот сегодня я не традиционно начал не с прихожей так вот заходя в прихожую из подъезда мы сразу же обозреваем всю кухню гостиную ну практически всю такая вот планировка получилась при входе у нас есть сразу же пуф то есть мы можем сразу же присесть снять обувь тут же у нас стоит комод или консоль на которой мы можем положить ключи поставить сумку это очень удобно всегда нужно про это помнить дальше у нас есть такая интересная для дам специально такая штука это скрытый шкаф видите вот здесь вот дверка которая открывается вот это вот скрытый шкаф просто такое место получилось из-за того что конфигурация дома вентиляционных шахт спроектирована и построена так что здесь есть просто дыра в стене но и я решил что надо ее использовать так вот как я ее использовал это скрытая дверь которую мы открываем там полочки а на полочках мечта любой девушки это сумки 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 у вас же много сумочек правильно но три то точно есть а тут гораздо больше штук 15 то точно и соответственно вам не надо их никуда прятать они у вас всегда на виду ну точнее они спрятаны за скрытой дверью но такое место есть она под рукой можно открыть сумочку взять любую которая подходит к вашему сегодняшнему костюму и туда перевалить все вещи из другой сумки и пойти значит по своим делам столько косметики девушки как вам такое решение напишите в комментариях ну и лайк конечно поставьте я считаю это важно предусматривать и помнить о наших любимых и так гардероб гардероб я увеличил то есть раньше был гардероб шириной метр шестьдесят сейчас у меня гардероб стал почти два метра просто за счет того что я вот эту что я вот эту стену передвинул туда дальше в санузел зачем я это сделал я это сделал чтобы получить больше места для гардеробной комнаты но согласитесь мы не только верхнюю одежду храним шапки и шарфы обувь чемоданы и еще много всего поэтому гардероб должен быть как можно больше я это и сделал плюс такое решение мне позволило что сделать я чуть уменьшил санузел и по ширине и по длине раньше он был длинный вот смотрите видите какой длинный такая длина 240 она не нужна для санузла то есть мы зашли в него как в длинный узкий тоннель и половина его площади не используется рационально поэтому я его уменьшил точно так же комфортно влазит унитаз раковина это позволило получить дополнительную площадь в которую я запрятал стиральную машину сушильную машину и там же у нас отдел для хоз инвентаря то есть швабры метелки пылесосы тазики тряпки это что же где-то надо хранить в квартире так вот это все сейчас за скрытыми дверями спрятана вот такой хоз блок за скрытыми дверями вот такое решение поэтому можно тоже сразу лайк ставить кто еще не поставил здесь конечно вы скажете что такое почему вход в санузел через гардероб но друзья я ничего страшного здесь не вижу мы же ставим шкафы в коридорах и через коридор заходим в санузел но считайте что это тоже коридор и вы через коридор заходите в санузел что такого но ничего особенного если учесть что это гостевой санузел то вообще никаких проблем зато все скрыто все аккуратно нету лишних дверей все прекрасно я считаю смотрите еще какая штука здесь предусмотрена хозяева этой квартиры пожелали такую знаете легкую классику что такое классика это симметричность форм симметричность расстановки и вообще нужно пространство подготовить под будущее оформление классическое определенным образом это значит комнаты должны быть правильной формы вот раньше видите детская какая была вот с таким выступом вот с этим вот углом дурацким который в комнату прямо врезался сейчас его нет за счет того что я спрямил стенку и комната больше и угла дурацкого нету следующий момент это кухня-гостиная вот обратите внимание здесь есть вот эти ушки и стен они сделаны специально чтобы получить вот здесь ровный прямоугольник и в этом ровном прямоугольнике мы уже сможем наклеить карниз по потолку наклеить молдинги по стенам и приблизить эту конфигурацию к такой классической вот это вам тоже рекомендация если вдруг вы хотите в классическом каком-то таким таком при классиченном стиле оформлять свой будущий интерьер вот просто такая вот вам подсказка а вот эта вся часть которая относится к коридору прихожей она здесь предполагается будет отделана какими-то стеновыми панелями эти же стеновые панели будут открываться как дверцы какие-то просто приклеены какие-то открываются это позволит их полностью скрыть и двери и двери в шкафы и двери в комнаты в общем все очень здорово ну еще здесь такой момент то есть по пожеланиям здесь стоит пианино вы сами знаете как эти старые советские пианино выглядят правда здесь не советская но старая старая немецкая трофейная такая семейная ценность и здесь она стоит в самом таком знаете месте но можно сказать достойном но то есть мы отовсюду его видим здесь можно сесть играть радовать гостей музыкой в то же время она никак не мешает нашей обычной жизни ну то есть мы спокойно мимо ходим мы спокойно можем любоваться можем нет на него кстати хорошо цветочки сверху встают ну это так намек для мужа цветы жене дарить в общем такое очень удобное место но вот друзья собственно говоря на этом я завершаю прошу вас написать в комментариях ваше мнение по поводу моего варианта этой планировки понравился вам не понравился чтобы вы сделали по-другому а может быть у вас появились вопросы поэтому всех приглашаю в комментариях напоминаю что у меня есть телеграм-канал куда вы можете вступить подписаться и быть в гуще событий дизайнерских что называется там много уроков много подсказок много постов то есть вот так вот каждый день вы можете быть поближе к дизайну быть рядом со мной мы можем переписываться там у меня там помощники которые тоже дизайнеры которые тоже отвечают на вопросы короче всех приглашаю в телеграм-канал подписывайтесь будет в описании ну а на этом всем пока да прибудет с вами грамотная планировка ребята это ксения на самом деле моя знакомая она занимается мебелью возит под заказ из италии из россии немножко застеснялась вот обратилась ко мне с вопросом планировки я ее и показал вот немножечко стесняется на камеру говорит но из-за того что она знакома я конечно заставил это делать ксения поделись пожалуйста своими впечатлениями по поводу вот в нашей сегодняшней консультации мы еще и про интерьер поговорили я на самом деле впечатлена впечатлена подходом к созданию интерьеров и к подходу к планировкам и вообще к идее работы с обычным планом потому что то что я сегодня увидела айва мне сегодня рассказал не только по моей квартире это даже наверное мы меньше всего общались по моей квартире больше общались по другим интерьером и я впечатлена тем что настолько индивидуальный подход идет каждому клиенту и он идет прежде всего через особенности человека через его мироощущения через его мир и подход к интерьеру именно идет такой очень индивидуализированный и самое главное это не сбухать много в интерьер денег а постараться сделать так вкусно чтобы это можно было сделать еще и недорогими средствами это крайне важно в настоящее время вот мне очень понравилось подход с точки зрения наверное искусства потому что в каждом интерьере довольно много еще декоративных элементов которые сделаны вручную каждый элемент сделаны вручную он приносит душу к интерьеру это правда да друзья на самом деле ксении приходит множество дизайнеров она же мебелью торгует дизайнерской вот я кстати ссылочку оставлю можете перейти посмотреть поэтому очень ценно что она оставляет такой отзыв главный вопрос ксения как мы сравнение с другими дизайнерами провокацию я попробую круто на самом деле круто вот а и есть чем сравнить вот так вот дорогие друзья приходите заказывайте проекты или приходите учиться вот кстати 19 числа стартует новый поток школы дизайна суровой практикой 19 числа это это суббота можете прийти на пробный урок всех жду пишите в директ кто хочет записаться все хорошего дня